здравствуйте друзья мы вместе с семейством выехали из нижнего новгорода и направляемся в город тула люди всякие через дорогу перебегают опасно вот значит едем в тулу за самоваром на самом деле это предпоследняя . остановки или тем как мы приедем смоленск и там уже задерживаться на длительный период естественно все наши анти радар и так далее великую в ходе нашей поездки поэтому прошу на них не злиться мы записали отличный обзор нижнем новгороде его записывала александра собственно персоной соответственно как получилось на картинках все было красиво приехала но тоже все красиво но по вкусу оказалось все не очень в общем-то смотрите обзор и тогда вы все узнаете более точно довольно сложно говорить и рулить тут на трассе 100 километров в час едем всякие машины дорогу перебегают ну дети спят я бубню антирадары пиликают музыка играет в общем-то движемся вперед четкие пацаны снимаются да да осторожно где она это софтина у меня же где-то она есть остановились во владимирской области чтобы перекусить кафе тут не кафе тут от мотель уют здесь значит у них ресторан кафе сейчас сегодня пятница и сегодня мы не здесь свадьба но мы находимся в другой стороны так сказать этого объекта здесь есть столики и вот благодаря этому нас это свадьба не касается вот нам принесли немножко зелени точнее множко зелени слишком даже сейчас кушаем и едем дальше в тулов заказали чем заказали и грибной заказали щи и грибной суп сейчас попробуем поделимся с вами своими впечатлениями попробовали суп тут вполне себе хорош значит по щам сразу же хочется сказать что использовалось мясо не очень молодого говяда поэтому она жестковато однако сам суп навар наваристый именно чувствуется говяд чувствуется капуста ну вкусно он он не пустой это не просто водичка с капустой а реально щи наваристые хорошие вкусные щи то же самое хочется сказать и про грибной суп который действительно с вкусом и запахом грибов а также с наличием он их в тарелке то есть ну реально вкусный такой хороший густой супчик с картошечкой с грибочками хорошо идет еще у нас имеется корейка свиная корейка свиная к ее пробе еще не приступили но я думаю это будет тоже вкусно в общем то обтекайте слюнями друзья а мы будем кушать а у меня вот пришла котлета по-киевски выглядит конечно не совсем так как в каталогах но я думаю будет вкусно а по свининке скажу миску очень сочная ну в общем то очень вкусные блюда обалденно вкуснятина итак друзья мы покушали и сейчас выдвигаемся дальше в тулу единственное хотел с вами поделиться одной не очень приятной вещью пока ехали где-то сорвало у меня крепление с бампера вот такая беда произошла в общем-то не очень приятно по дороге останавливаюсь всяческих магазинах запчастей но нигде не можем найти крепеж вот сюда а здесь вот пушка сорвало ну в общем то ничего особенно страшного но неприятно ну все мы поехали дальше прибыли в тулу и в принципе все доехали мы нормально квартиру мы нашли все отлично благодаря тому что магазин навигатор нам предоставил всяческие девайсы мы доехали без установок и без штрафов что очень хорошо в общем-то ночуем и едем смоленск выехали мы из тулы направляемся в смоленск рации во все работа в общем-то выехали и что хочется сказать по нижнему там никто не пользуются поворотниками то есть такое ощущение что для них это мэвитон включить поворотник это все и сразу все будут от него бежать потому что фиг знает че еще от него ожидать люди просто перестраиваются в нужную им полосу и поворачивают из нее они не заморачиваются о том что там нужно включать показать свое действие свои намерения просто ездят как хотят потуле потуле что такое запомнилось это то что не так много светофоров мы привыкли в ханты-мансийске у нас вообще так сказать город светофоров о а бочечник попер смотрите красавчик дня не получается да не пролазит но уже на пол корпуса вылез ой молодец какой а там что-то происходит потому что сказали что сейчас наверно полосу перекроют еще по тули тульские пряники нас угостили мы попробовали детям понравилось да детям понравились пряники я их ел в детстве в ханты-мансийске между прочим хотя и эти тульские которые здесь продают оказывается у нас их в ленте тоже продают удивила парковка на тротуарах на газонах все везде заставлено транспортом стоят везде где хотят и никаких в принципе судя по всему проблем не ощущают и вот на выезде из города мы тут приостанавливаемся потому что тут что-то там произошло по рации вот сказали что по всей видимости сейчас прибудет экипаж и гаи и возможно вообще перекроют полосу или что там не знаю в общем-то едем дальше хочется отметить погоду погода здесь не ахти пасмурно дождики и это не очень как бы радует вроде как лето и все такое однако в хантах насколько я знаю же все товарищ обочечник все-таки поехал все не выдержала душа поэта в хантах конечно погода намного лучше вот смотрите вот туча и не факт что мы мимо нее проедем возможно мы в нее заскочим впереди тоже что то есть какие-то проблески но что-то у меня настроение от этого немножко ухудшается от того что скорее всего мы этими дождями тут так и прокормиться смоленске тоже тоже самая погода ожидается зато в хантах жара просто тридцатник да ведь люди там жалуются нам бы дождик а нам плохо нам жарко нам душно а нам вот наоборот здесь хочется жары да и вообще жалко уезжать с севера когда там такая жара приезжать вроде как южнее и западнее но при этом не видеть этой жары и итак друзья мы прибыли смоленск в общем-то вот стоим так сказать во дворе уже разгрузились ну и я начинаю большое дело это монтаж ехали кстати очень легко и быстро в целом никаких нарушений ничего то есть трасса хорошая дорога чистое народу практически нет выходные видимо все разъехались в общем-то все удачно все приступаем к монтажу выпусков ну и соответственно буду вас потихоньку держать в курсе дела по поводу того что мы тут еще будем кого обозревать будем что с ними делать и вовсе-то смотрите обзоры здравствуйте друзья мы выехали из смоленска москве но более конкретно мы едем в дмитров москве сразу хочется сказать что вот как мы приехали в смоленск было дождливо пасмурно и не очень хорошо по погоде так вот мы и уезжаем с такой же погодой было пару дней выдалось тепло мы как раз успели записать обзоры но сейчас едем в дмитров и будем продолжать наше нелегкое дело писать обзоры и держать вас в курсе событий и и Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, представляю вашему вниманию Сибирью. Это сосиска, ну, в общем, хот-дог. Я предпочитаю острый, с посыпками со всеми. Это лук, оказывается, мы никогда не догадывались, что это лук. Это лук сверху. В общем-то, я и так знаю, что это очень вкусно, поэтому просто обозреваем Сибирью. Мы прибыли с Дмитров и, соответственно, все, готовимся к обзорам. Скоро будем снимать. Ожидайте на канале. Спасибо магазину Навигатор за предоставленные устройства. Рации, антирадары. Это все так прекрасно нам помогало, что нас ни разу не остановили. И, в принципе, мы всегда были предупреждены об радарах, которые размещены на трассах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова